Руслан Габрилёв Руслан Габрилёв Мужчине, оказавшему активное сопротивление, удалось скрыться. Он добрался до центрального парка и, переплыв в СОЖ, спрятался на другом берегу реки. Но в ходе проведения разыскных мероприятий всё же был обезврежен и задержан сотрудниками ОМОН. Пациенты были доставлены скорой медицинской помощью, оперативно были прооперированы. Один из них сейчас находится в отделении реанимации, состояние средней степени тяжести. Два пациента находятся в отделении травматологии, состояние стабильное, не вызывающее опасений. Задержанный находится в отдельной палате, прооперирован, состояние стабильное. В ближайшее время, я думаю, что эти пациенты будут, так сказать, находиться на амбулаторном лечении. Городским отделом Следственного комитета в отношении 23-летнего уроженца Гомеля возбуждено уголовное дело. Ранее судимый мужчина подозревается в насилии в отношении трёх сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности. Создана следственная группа, проводится комплекс необходимых следственных действий. Назначен ряд экспертиз. Следствие обращается к гражданам, которые 15 мая с 23.30 до 23.45 находились в троллейбусе номер 20 возле остановки общественного транспорта «Универма Гомель» и стали очевидцами происшествия с просьбой позвонить в городской отдел Следственного комитета по телефону 59 57 63 59 57 01. Еще один водитель попытался избежать административного наказания, предложив взятку сотрудников ГАИ. Исход был закономерен. Возбуждено уголовное дело. Пенсионер 1956 года рождения, торговавший на Прутковском рынке бывшими в употреблении инструментами оснасткой, изрядно выпил, сел за руль и около 11 утра при развороте врезался в стену торговых рядов и прилавки. На место ДТП были вызваны сотрудники ГАИ. При составлении административного протокола в отношении нетрезвого водителя, водитель предложил сотрудникам ГАИ в качестве взятки 40 рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 431 уголовного кодекса Республики Беларусь и проводится проверка. Прямо со школы на больничную койку. В Светлогорске во время игры на перемене ученик пятого класса выпрыгнул из окна второго этажа. Прыжок оказался неудачным. Ребенок с переломами обеих ног госпитализирован. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.